Продолжение следует... 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 Ну, они же нам сказали, что мы согласны взять ваш уголь. Пишите, сколько вы можете дать. Я вам сказал, вы меня не слышите. Ну, так надо кто-то, чтобы вы как-то где-то тоже добивались от чего-то. Если требуется хоть где-то наш уголь, пойдите туда. Не оставляйте вот этот народ весь. Это сюда пришли те, которые вот трое суток уже здесь. А сейчас Виндорин соберется и все окрестно. Знаете, что здесь будет? Люди уже настолько устали, у всех нервничают. Поэтому мы все кричим, потому что мы не можем докричаться. Мы звонили этим самым, как их... Еще ж не театрские могут поприезжать. Принятие телевидение, прессе. Принятие телевидение, прессе. Всех блокируют. Мы просим, приедьте, пожалуйста, осветите вот это. Осветите не только праздники. Не только праздники, где фонтаны, где открываются там какие-то эти самые... Не только. А там, где плохо, приедьте, осветите. А мы не можем, мы не можем это решить сами. Мы не можем, они все... Народная трибуна сказала, мы выехали. Потом говорят, мы заехали. Позвонили вчера в это въезд, и они тоже сказали, группа к вам поехала. Где-то она остановилась опять, вернулась. Мы людей собрали здесь, люди... Что это такое? Что это за республика? Вы что творите с этими шахтами? Все шахты закрываются. Вы же должны что-то сделать, чтобы куда-то... Сколько на нашем районе шахт? У нас одна шахта на районе, у нас золотой уголь, понимаете? Мы знаем свой уголь. Здесь все хорошие специалисты, которые хотят раскидать по всем шахтам. Но только они сохранят вот эту шахту. Вы понимаете? Раскидывают, семьи разбрасываются. Он поехал туда, жена здесь. Он утром уезжает, вечером приезжает. Это что такое? Нам сказал генеральный, даже не генеральный, а министр сказал, можно там квартиру снимать. Вообще, на чем вы думаете? На каком основании людей перекидывается одного предприятия на другое? Это из-за нарушения трудового хода. Вы должны здесь дом бросить, туда все поехать, чтобы там где-то заработать. Это та же Украина, что вы должны здесь все уродить и туда. Что это такое? Я приехал, сказал, люди, которые будут работать на других шахтах, будут доставляться из мест проживания. У нас уже доставляются. Женщины будут не обеспечивать. У нас есть своя шанс. Почему мы другую не будем работать? Какие предприятия открыли, чтобы остановились? Всем будет предложена работа. От нее все откажутся. Когда мы переводили другие шахты в сухую консервацию, те, кто переходил... А мы же хотим сохранить это. Может, другие не будут? Они сказали, в отказе тут пенсионерам угля не будет. Мы хотим это повторить. Да подождите. Да подождите, вы тут решите оттуда. У нас хлопцы в шахте решат. Мы сейчас спросили, что из них за двое суток никто не решат. Все тихо! Люди решат, которые в шахте. Те, кто переходил в углереструктуризацию, основными, скажем, категориями мы оставляли. Это женщины с ребенками, то есть с детьми. А меня выигнали с работы. Я тоже выигнали с ребенком. Я вам говорю, что это было такое указание. Будем разговаривать. У кого пенсия, кому не хватает 3 года, согласно тех, вернее, того закона, который мы приняли, имеет человек право эту пенсию положить? Нету закона, я звонила в пенсионный фонд. Они отказываются, закона нету. Я лично звонила. А кому 10 лет у нас за пенсию? Это вы попали на меня в другую раппаду. Три года. Короче, по поводу мужиков. Они-то там лежат, вырастал. Календаривайте. Тогда вопрос. Всей категории. Еще раз говорю, для того, чтобы защитить, кто не попал. Это здесь. Я сказал, в основном, кто поперехали на реструктуризацию. Те, кто не подземный стаж. Это в основном у нас наземные рабочие, это женщины. Они перешли в реструктуризацию. Я не перешла. А вы знаете, по поводу... Вам рассказали, по поводу... У нас котельная... Вы у нас... Посмотрите, какая котельная. Шесть этажей у нас котельная, плюс водоподготовка два этажа. Туда ставят одного человека, который должен выполнять работу. Шести человек. Вот какая ареструктуризация. И зарплата... Она должна... Уголь... У нас там и насосник есть, который должен воду качать. Там все спланировано. Там и так сколько сократили. Лаборант должен воду подготавливать. Котел нельзя бросать. Он паровой котел, он может взорваться. Конвейера должны чистить. Конвейеры там... Извините. Эти конвейеры, понимаете? Они должны уголь принимать. Слесать, потому что там все ломается. Вы сами понимаете, сколько лет шахте и ничего здесь. Все ломается. Оставляют одного или два человека. Вы представляете, что это? Сегодня будет, как минимум, министр угольной промышленности. Он уже бросил. Я знаю, что он будет. Я говорю о том. Вот те люди, которые будут переходить в углереструктуризацию должностя, и сколько они будут получать, он будет здесь у вас и будет вам докладывать. Да, нам уже, господи, 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 господи. У нас уже расчет, у нас закроется полностью. Третья суть. Спаса наша. Да, когда вы, друзья, брать это. Уже или правительство, хоть воды им передало? Не спроси. Где их надо? Где ваша ответственность перед ними? Это только мы их там подкармливаем. Мы их корнями, мы переживаем. Мы собираем деньги. Люди, где про вас, союзные, которые заключают договоры с другими республиками, ездят, обнимаются. А здесь своим пацанам воды не дали. Вчера вообще никакой реакции. Просетили. Чего деться? Люди, посетили. Мы уже замерзали. Понимаете, мы уже им шубы передаем, потому что они посамерзали. Ноги мокрые. Шахта есть шахта. А мы коронавирус боимся, да? Мы уже шахту спасали. Республика должна в ноги поклониться. Ага, воды даже. Вы сохранили шахты. Люди, вы сказали, как вы. Мы все выходили. Шахту спасали. От дерева к дереву перебегали. Вот так вот падали, потому что снаряды над головой летели. Дома дети сидели в погребах, а мы ехали через это. Начальство здесь не было. Не было. Котельная работала, пара работала. Вот дети спасали вот эту шахту. Понимаете, дети, кто работали. А чего заходите? А чего заходите? Чтоб вы взяли, закрыли, заточили. Как Вергулевку. Нам за Вергулевку что сказали? Обещал, что генеральный. Мы ездили к нему. Что он сказал за Вергулевку? Вергулевка закрывается, дадите группу людей. Они поедут за 20 дней, возьмут все, что там вам нужно для вашей шахты. Вашу шахту не собираются закрывать. Он так нам сказал. Потом этот сам, они поехали, а там получается, бумажных-то дел никто не сделал. Там, оказывается, надо запросы давать на Луганск. И в итоге получилось, нету запросов, нету ничего, закрываем шахту, затапливаем. Вот какое у нас хозяйство. Затопили все материалы, на которые у вас денег нету, на другую шахту. Понимаете как? За что мы оплачевали. Вот что. Где на дебатке? Вот чтобы поместить. Вот скажите. Чтобы уничтожить. Это единственная шахта, которая сохранила рабочую столицу. Да, 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 мы все ходили. Ну и скажите, где снаряд попал на шахту. Вы не ссорить, я на Луганске. Девочки, между собой не надо конкретный вопрос. Мы не надо. Мы все ходили. Закройте до Луганск, рабочих мест. Я задавала вопрос. А толчетка до Луганске только еще, ладно, это все выбирает. Что приносят бабушке по 100 рублей. Ну что мне Михайлов ответил потом, перезвонил. Он разговаривал с Жилинским. Жилинский сказал, мы собираем деньги на нам на зарплату, на эти цвет, да, там. Это что-то подачка такая. Как вы, как человек, не переживайте. У вас шахтеры в шахте. Вы не переживайте, что они едят. Мы пойду, вы. Если мы сейчас разговариваем, мы разговариваем. Я вам сказал, что в первосемь часов. Разговаривать с людьми. Да, мы обращаем. Мы сейчас разговариваем с 12 часов. Мы выняем ведомости надолго. Скажите, как на счета будут поступать деньги, если организация закрыта? Скажите, пожалуйста. Я вам говорю, что сегодня деньги, поступок на счета, на карточки всех работников центра ГЛИКС. Всех, включая Никонова. Ну это получается при расчете, все. Сегодня они должны поступать. Вы говорите, оставьте шахтеры, я говорю, она будет переведена на супругую консервацию. Я вам говорю о том, что люди будут практически все трудоустроены. Ничего не поменялось? Ибо те, кто останется освобождены от труда, им предложат должность, вы говорите, нет, оставьте шахтеры. Я сейчас не хочу говорить по результатам. Практически, начиная с 2019 года, шахта, добывая уголь, работает нерентабельно. Так они работают! Не оборудование, не работают! А вы угрозу пребыва работчиков? А вы срочеки там забрали! Тва часа я готов прислать сюда работников в министерство топливой энергии с должностями по реструктуризации, которые здесь останутся. Я обещаю, что в первую... У нас люди третьи сутки сидят. Если шахта переходит в сутки, ее нужно обслуживать. Вероприятие необходимо проводить? Да, значит, здесь останется порядка двухсот человек. Значит, эти двести человек, я же только говорил, в основном подземные будут доставляться на предприятия, которые работают, то есть добывают уголь. А какие шахты добывают? Я говорю, что в Луганске и в Луганске. В утра стоит, она ничего не добывает. 14 часов, приедут люди и будут показывать. Я не знаю, давайте создадите штаб, там 3-4 человек. Хорошо, кто старший, скажите, приедет сюда, я познакомлю, и вы будете смотреть, какие оклады будут на реструктуризацию. Да нам не только оклады людей, это вы знаете, оклады. Вот пусть министр едет, меняет, достает, а с Мергулевкой, и будет сыщен, он опять сыщен. А может вы опуститесь и будете ждать, а не посередине. Вот такие же, два комбайна, куда не дают. Вот именно, в холодильнике посидеть, как наша мужья. Тихо, тихо. А почему мы закрыли панк? Это значит зимой. Да не дадим, мы закроем. Здесь будут люди. Я в 14 приеду. Давайте так, в 14 до 15 мы здесь будем 100%. Тихо, тихо, ну товарищи, тихо. Тихо, тихо, тихо. В 14 до 15 и здесь останутся работники, министерства, профсоюзные лидеры. У них будет эта штатка, о которой я вам говорил, пока без фамилии, потому что вы будете решать, кто перейдет на углереструктуризацию, какие оклады, будем решать. Так вы решили. Но я же сейчас услышал, что есть несколько человек, которые взяли и вычеркнули, правильно? У нас не вычеркнули, у нас 13 человек, а нужно 5 лопавщиков. Это среди табельных сборов. Можно кто-то один? Табельные, приборы, сейсмопрогноз и ламповая. Пенсионера убрали. Вот нас на мыть тянули жребий. Я как мастер лампового, я осталась без работы. На мне лампы спасателей. Сейчас вы приедете, скажете, отдать лампы, кто будет их отдавать? Вы слышите? Тогда давайте так. Я однозначно приеду, сказал, 14 до 15 вместе с теми, кто здесь останется, с вашим штабом будете решать. Тогда приедете. Да, сказали. 14 до 15. 14 до 15. Мы все остаемся, конечно. Мы вчера ждали. Мы тут трое суда. А теперь мы ожеремся и людям. Давайте я вам говорю. Вы мне все равно. 14 до 15 я приеду. Вместе с дозвольными лицами. Плюс профсоюзами. Я поставлю задачу, чтобы, когда решался вопрос, кто именно будет приходиться, учитывался. И все вопросы, включая то, что вы говорите. Вот, по крайней мере, это я вам обещаю. Скажите, пожалуйста, 40 человек, 8 остается. Куда остальные? Вы упасть, деньги? Куда сказали? Куда сказали? Куда сказали? На другую шахту, блин. Деньги. Здесь с вашей женой, блин. Ну подождите, вы слушайте, бля. Деньги уже лежат на счете центру бля. Это нам сказали ползавчика. Они у вас там на солярном лежат. Вчера никто вообще не забрал. Тихо. Ну а то, какие денег там? Нам уже комната с шахты поднять. Ладно, все, тихо. Тише. Все, успокаивайтесь. Хороший день. Три часа с двух до трех приезжайте. Все, все, все. Все, 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 все. Да ну тихо, пожалуйста. Ничего не меняется. Мы просто вас сразу предупредим. Мы просто вас сразу предупредим. Если человек, что там на шахте, это не меняется. Ну ничего ж не меняется совершенно. Вы же меня опять не слышите. 200 оставить на шахту с 780, я этого не сказал. Я сказал, что все подземные, арабонские, там есть разные категории. Они будут трудоустроены на других шахтах. А поверхность? Да ну приедут еще раз. Они поверхность. Если сюда оставить ребенка, ни накормленного, ни одетого, ни обутого, он уходит. Что там поедет? Что там где-то? Нету бабушек, это что там. Это что там. Сейчас. Враньезов. За что люди погибли наши? Скажите, пожалуйста. 15 часов. Дай мне парфейер погибли. Вместе со штабом, который назначите вы. Это должно быть как микро. Нет, там же 5 человек. Будут работать инор. Но вот так мы не выйдем, не решим. Они записывают записывают. Мы не ошиблись. Привыла. 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 Ребята, до тех пор, пока вы не скажете, что вы хотя бы услышали то, что вас устроило. Я не делаю никого бедоватым. И я такой же заложник ситуации, как и вы. Вопрос. Только разные условия в заложнике. Есть требования, которые выставили люди. И сказали, мы не выйдем, пока вы не откроете шахту вновь. Я вам говорю, это требование невыполнимо. А задолжить невыполнимо? Тише. Отдайте задолженность. Я сказал, сейчас будет сделано так. На счета каждого работника будут двухмесячные окладки. Вот задолженность, которая тянется в 2014, 2015, 2016, 2017 год, комиссии отработают по каждому человеку. А зачем? Зачем вы на тех же актеров дарили машин, дарили такие дорогие подарки, что вовс количество людей и нет денег, не можете заплатить им за то. Подождите. Зачем вы это делали? Подождите. Пенсионный фонд. Да замолчите. Пенсионный фонд. Не перечислили. Как же по-другому, до тех пор, пока не выплатится за должность сотрудникам предприятия, шахту другую, иную, под реструктуризацию, не имеют права отдавать. Зачем новый законодатель? Зачем это у нас? Мы-то не зажимаем. Подождите. Подождите. Другой выделок. Не подпишитесь. С сегодняшним числом. Потому что мы не пресная республика. Они что хотят, то и дело. Мы сейчас в промышленности и будем здесь по всем. Да, давай. Это правда у нас есть вопрос. Все, все, все. Все, все. Все, все. Все, все. Все, все. Все, все, все. Все, все, все. Все, все, все. Мы тогда будем продолжать дальше. Подождите. Помимо вас, переходят в реструктуризацию, приорганизации, еще 34 тысячи. И сегодня мы также решаем то, что мы должны получили дети. Поэтому есть моменты. Я вам сказал. Готовы? Еще раз говорю. Готовы с 14 до 15 буду я и будут в России. За информацию хотелось. За информацию хотелось. Спасибо. Вы не бойцу пережили. Вы их снынули, вы их снынули. Вы их снынули, вы их снынули. Хорошая сиянька поднялась. Нет, так а что же они будут там войдеть? Что же они так будут сидеть? Не трогайте руками, не надо трогать. Вы ничего не делаете? Вы уедете, он очень обидел ножку. Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Сейчас вас люди подвинут просто. Да что не застойчиво? А эти же тут. Ребята, ну давай, быстрее, не жалко, ребят в шахте. Ну что, давайте перейдите в карманы. Пошлите туда быстрее. Звучит на дне. Вы что, неожиданно уже два дня сидите? Нет. Вы что, неожиданно, неожиданно. Вы что, неожиданно. На полу покрытие. Вы что, неожиданно, неожиданно. Ну вы ж вынутили их, они ж не просто так за ним, значит за ним пешком. Ну вы ж повели нас за ручки разводите. Что он сказал? Да ничего определённого. Вы ж ничего не сказали определённо. Давайте подъедем. Что же ты блескать за ним? Что вы стоите? А что вы стоите все? Стоит все. Стоит все. Он за людей никого не считает. Он за людей никого не считает. Он взял и пошел. Он фиолетовый нахрен. Два дня будет заработать. Два дня хлопка там сидит. Пока вернуйте деньги. Стоит человек, блять. Стоит человек сидят, они думают, блять, по 200 тысяч получать. Вы стоят все равно, они получили две зарплаты. Стоят. Ну и всё, вот он туда и пошёл. Эти уезжают, да. Вот так вот в никуда ушёл председатель правительства ЛНР. КОНЕЦ